Что ж, ребят, эта рубрика создана для того, чтобы мы могли рассказать вам постыдное Про то, как его отчислили Два раза, два раза Два раза, кстати, да Интересное Гикло, а почему бы и нет Повторялся И смешные истории И снимаешь, типа, а там два мужика стоят и трахаются Поэтому присаживайтесь поудобнее, будем начинать Поговорим, ребята Да, честно В далеком-далеком человечестве познакомились две большие звезды Кири Санчес и Максим Максим сегодня с нами, можно так сказать, празднует годовщину Потому что сегодня, какое августа? Сегодня 5-е, сука, августа 5-е же Почти, почти 3 года назад мы с ним познакомились Если бы не было Макса, наверное, не было самых знаменательных таких моментов моего канала Серьезно, то есть, если бы не было Куджи Боба Не было бы заставки Кири Санчеса с духами Не было гличей, не было Вообще почти нихуя не было Там, мне кажется, канала бы не было Возможно, даже и канала бы не было Потому что на ступоре, когда я забил на канал Макс говорит, а давай делать нарезки вместе И тогда такой толчок он мне дал нехилы И большинство идей, всяких таких Снушебазниев, ко мне пришли в основном из-за Макса Поэтому сегодня у нас Пример Майнкрафт, кстати, ребят Плоги с Майнкрафтом, наш с Максом Сейчас вот где-то, блядь, вылез У себя в ванной В двухкомнатной квартире с четырьмя людьми Пыдался записывать видео И нам пришла такая идея А давай наши диалоги, они такие интересные получаются Выкладывают на ютуб А давай Это всё должно было происходить на айфоне Потому что денег на комп у меня тогда ещё не было Между прочим, у тебя денег не было А у меня их до сих пор нет Ребят Они у тебя появились потом А я вот как жил, так и жил У меня наоборот всё хуже стало А кстати, мне очень нравится твой знак Покажи, пожалуйста А что у тебя он делает, извини меня? Ну а какого хера? Где? В смысле? Ну в смысле, скрутили, блядь А зачем? Да, чтоб был, блядь Я вспомнил, как в инстаграм Ты у себя выкладывал историю Ты стоишь где-то, я не помню, ждёшь поезд Или что-то ждёшь И снимаешь типа А там два мужика стоят и трахаются Это не мужики А кто? Ой, блядь Это я, короче, работал Я бы, стоп, если я найду это видео Я как бы зацензурен и на это хочу вставить Потому что там, в принципе, и цензурить не надо Там не видно ничего такого В любом случае, если я нашёл, то... Ну вот, всё, нашёл А если я не нашёл, то я просто щёлкнул, как дебил, почему-то Короче, я тогда работал компьютерным мастером Я чинил компьютеры Вот И у меня последний заказ выпал на вечер Прям поздний вечер И там в мытищах я был Прихожу, короче, с этого адреса Я там что-то заработал По-моему, косаря три, неважно Жду электричку прям, наверное, часов 10-11 Или 12 уже, я, честно, не помню Хожу по платформе, с кем-то разговариваю У меня уже мало процентов зарядки Я хожу-хожу и смотрю, там, короче, алкаш и алкашик Вот Набухавшись в дресню Я, короче, отрожу подальше Сажусь на лавочку, начинаю пиздеть Вот А их самое прикольное, я их заметил, но только потом То есть я до этого внимания не обращал Я даже не понял, кто это Ну, думал, обычные люди, блядь, ходят там Пиздят, подговаривают Ну вот, говорю, что-то говорю-говорю Голосовые, там, пишу, кому-то Неважно Смотрю направо На два мужика было бы интересней Да, да, мужика будет интересней И чем толстых мне показалось Я в наушнике, да, там, блядь, жирная баба Я в наушниках слушаю музыку, а я знаешь, ну, ее не на максимум ставлю, чтобы слух не портить Ну, мне тоже, у меня наполовину Ну, и Саша, и Саша пробивается, короче, стоны, блядь Я с тобой, я с такой поворачиваться вправо, блядь А там мужик, короче, эту телку ебет прям на лавочке, на платформе, блядь, электричке Блядь, я очень надеюсь, что я найду это видео, потому что я записал, как сейчас А, ты их сохранил? Я тогда так охренел, я смотрю, я думаю, что? Что происходит? Что за нахер вообще? Да, да, я, короче, смотрю, начинаю снимать на видео Я такой, блядь, быстрее, быстрее, короче, чтобы этот момент запечатлеть Потом в историю Булжу, вообще все оценят, короче, все дела Вот, заснял их И в чем прикол, я вот пока снимаю Мужик, короче, вытаскивает из нее Да, он, короче, ну, этого не видно, но я понял Вот, и идет я, короче, в рот дал Он просто обходит лавочку с другой стороны Она вот так вот лежит На лавочке вот так вот полностью типа лежит Рот открывает, он ее давай долбить в рот, короче Мужик кайф лует Она орать начала, ну, слушай, давай до дома, да терпим или до кустов, короче Я что-то не выкупил эту тему И они перестали, короче, быстренько оделись И все, электричка подъезжает, как бы Люди выходят из электрички А там телка полугола, без лифчика такая Это, бля, ебать Я сажусь такой с огромными глазами Хуявший ты хует Да, хуявший, нихуя себе у людей, блядь, это Будни нормальные Да, да, да Я такой, нихуя себе у меня день рабочий такой Ну вот, возвращаюсь домой, такой, нихуя себе Че я сейчас видел? В историю выкладываю просто Поржал, поржал Я скажу, приги клуб Блядь Блядь Эммм, короче, не так давно, наверное, с месяц назад я искал работу, ездил У меня здесь вот, кстати, две пирамидки из пачек сигарет стоят Ммм, пропаганда? Да не, просто две пирамидки из пачек из-под сигарет Это просто коллекция, типа Да не, я просто, блядь, кофе с ним выкинул Блядь, знай, пути убийственные, нахуй, ты не хочешь его на стену повесить? Ну, прям на полу Увидеть заберут обратно Ты хотел устроиться на работу, я помню Да, я хотел устроиться на работу, я, значит, согласился на три собеседования в этот день Я работаю, у меня там, кстати, еще продолжение этой истории после собеседований Это уже с работой связано, на которую я устроился Вот Приезжаю я, значит, в один клуб А этот клуб принадлежит Изи и Бизи У нас есть клуб Изи Ну, те, кто в России живут, в Москве, шарят за Изи Очень классный клуб, там выступают артисты, вся хуйня Есть такой же Бизи И, значит, я согласился на одну работу, ну, на собеседование Приезжаю, и меня встречает, короче, мальчик, вот прям мальчик, пацан Вот, меня встречает мальчик Еще младше, чем ты? Ну, не, ну, ему лет 19-20 Офиг на себя, мальчик А тебе, Анна, тебе 19? Нет Мне 19 Будет 19 Ну, 19-й год идет в моей жизни Встречают пацан, красивый, прям вообще пиздец Такой красивый, на мой, короче, в книжках таких Прям вообще не охерен Вот, ты, да, довольно А, вон, короче, директор по подбору персонала В 19-м, да Ну, видите, нам, и, а мы записываем подкасты Вот такая хуйня бывает Вот, видите, кто-то долбоепа, кто-то ютубер Вот Вот Встречает меня и ведет, короче, наверх Вип-зону этого клуба Наверх Мы заходим в вип-зону И, короче, ну, мне начинает говорить Рассказывать про работу Я спрашиваю А почему так много планиров? Платят-то хуя Ну, то есть 120-150 тысяч в месяц Ну, это да хера За работу барменов Да, барменов Ну, и типа работаешь ты 22 Это очень Ну, это значит 17 рабочих дней ты работаешь И... Месяц? Ну, да Месяц 17 рабочих дней Да, ты еще пожарил Что-то он такой Гей-клуб Какого хуя? Я ее об стену разбал Ну, ну Гей-клуб А почему бы и нет? Повторял я... Нет Я бы готов был там работать Но и мне страшно Страшно туда заходить Я такой, ладно Окей Я готов здесь, в принципе, с вами поработать Они говорят А у вас есть сертификат? Я спрашиваю Какой сертификат? По работе бармена Типа Мы работаем с дорогим алкоголем Нам нужен сертификат определенный Чтобы Чтобы знать то, что классифицирован То, что можешь, блядь, нормально сделать коктейль Все дела Блядь, нету Я так говорю Ну, блядь Тогда заводись сертификат И мы с тобой будем работать Он денег стоит, блядь Или надо учиться? Надо учиться Но мне кажется, можно и бесплатные курсы найти, честно говоря Я за эту тему не шарю Но мне кажется, можно Хуйня какая-то Я письте хочу Потерпишь У тебя бутылочка там лежала Вот на нее подписан Нет, кстати Идию хорошую, да? Секунду Да, с мусорем И чё, блядь Чего мне сделать? Ни хуя у меня нельзя Ну так, ну Всем, блядь, кто за природу топит И начинал У меня просто как бы горшок был А он в другой комнате Поэтому я пошел за горшком И по дороге зашел в туалет Все-таки решил Ну, да На чём я там остановился? Ты запрос сейчас А, клуб Вот, ну требует сертификат Все дела Я такой, ну у меня его нету В принципе, я был готов работать Я спрашиваю, можно ли как-то там Тоже с сертификатом Ну, как-то у вас работать С сертификатом Что-то научите меня Не научите Они говорят, да, в пизу Видимо Мы такими не занимаемся Ну, я такой, ну ладно Мне рассказывали еще историю То, что там чувак работал Ну, а если бы у тебя был сертификат Это сертификат Ты бы остался стараться? Дубляю максимум на месяц-два Почему? Ну, а, блядь Ну, 240 тысяч заработал И всё, уходи А что, ты можешь заработать больше? Ах, надо, я сопьюсь Зато, честно Ну, реально сопьюсь Там ведь надо все эти коктейли сложные пробовать Как бы берешь, пробуешь Если он хороший, то ты его подаешь Если нет, то переделываешь Логично Они берут трубочку Вот так вот трубочку окунают Верхнюю часть так вот закрывают Или пережимают ее, короче Там, эта вся жидкость, которая набралась в трубочке Она задерживается в трубочке Она не вытекает, когда ты ее достаешь В рот и все И попробовать Ничего себе На вкус Ну, попробовать как коктейль Типа, сделал правильно Вкусно, классно Все, можно подавать Если неправильно, то говно Можно выкидывать Ну, рассказывали историю Там работал один бармен Молодой Работал он там у них 3 месяца Все было классно Вот К нему приходили мужчины Иногда периодически И просили дать свой номерочек Он тоже симпатяшка был Как я рассказывал Тоже? Вот Ну, я же симпатя Да Вот Один такой Сильм Вот это Как я сейчас Мы с ассоцией Пойдем после видео За камерой Заказы Заказы Мы на самом деле В одной квартире Я сижу тут Он садит на том балконе У меня на спальне В зале А девка его Нет Это кошка Моя Белая Вот И значит Рассказывают историю То, что этот чувак У них работал 2,5 месяца Или 3 месяца Неважно Его мужик хотел склевить И предложил ему за это Наверное 200 тысяч Ну, мне рассказывали Около 200 тысяч Ну, склеить Это что значит Склеить Это выебать его в туалете А Да Выебать в туалете 200 тысяч Да И чувак согласился Они потрахались в туалете А у них туалеты Я потом после собеседования Захожу в туалет Мне стать хотелось Вещи О, захожу Короче А у них туалеты Железные двери Охуевшие Огромные замки Огромное пространство В туалетах Ну, то есть Реально туалет Вот как мой балкон Он огромный Нет Для меня Меня шокировала Сейчас фраза Чувак согласился Да Чувак согласился В комментариях Вы бы согласились За 200 тысяч Чтобы вас отдолбили В побед Нет Буквально сказали То, что пропал На полчаса Его искали полчаса Выходит он пьяный Задрызганный Из туалета Вместе с этим мужиком В обнимку Растрепанный Короче Вот Но зато с деньгами Его сразу же уволили Выплатили ему Оставшиеся А Ему должны были Выплатить Оставшиеся деньги Вот там говорят То, что около 200 тысяч Заплатили Но прикол в том Что он за эти два месяца У него первый был Оклад Он его Сказал Давайте во второй месяц Потому что он с чаевой Зарабатывал много Вот он сказал Подокупятся деньги Типа я их заберу То есть Ну вот представим Два месяца Два-три месяца Он откладывал деньги Ему должны были Заплатить 300 тысяч Деньги в сейфе Лежат Его ждут Вот И Он за этот вечер Заработал столько Что он не пришел Забирать оклад Он просто нахуйся Послал И пошел домой Он не пришел За деньгами И говорят 200 тысяч Заплатили Но Блять Подожди Оклад сколько 300 тысяч Лежал 300 тысяч Сколько нужно дать денег Чтобы чел не пришел За 300 То есть Если бы мне дали миллион Я бы пошел За 300 тысяч Сколько ему дали Ну то есть Посмотри Тебе дали миллион И ты знаешь Что тебе нужно Подняться на этаж И забрать еще 300 тысяч Да не Приехать Забрать Сколько И уехать Сколько нужно Дать чуваку Чтобы он не захотел Забирать 300 тысяч Ну да Интересный вопрос Ну полтора миллиона Это как минимум Мне нужно Чтобы я не поехал Забирать эти 300 тысяч Это как минимум Вот так чувак Просто за полчаса Поднял Больше чем зарабатывал Ну блин Ну что Чем заработал За три месяца То есть ты хочешь сказать То что его По этот За Ну Не я не знаю Кто кого За такую сумму Что он не пошел 300 тысяч Забирать Но это будет очень глупо Если он заработал За вот это вот 300 тысяч И у него там еще лежал Он такой Не я не пойду забирать Это будет очень глупо Тогда могло быть 600 тысяч Ну и мне говорит чувак Вот это по подбору персонала То что если ты у нас будешь работать То Знай Тебе скорее всего будут клеиться Вот И говорит Ты подыгрывай Ты подыгрывай мужикам Сейчас Вот Ты подыгрывай мужикам Которые будут к тебе клеиться Потому что в чем прикол Ты можешь говорить то Что по регламенту Вам нельзя никак оставлять Ни номера телефонов Неконтактные данные Неважно вообще То есть нельзя как Потом с посетителями Клиентами Как-то контактировать Ну типа Ты можешь говорить За Ну вот Значит мне рассказывают То что Как бы Они будут клеиться По-любому Но прикол в том Что с этого зарабатывают День И говорят Ну ты Если будешь с нами работать Ты им короче говори То что по регламенту Вам не положено Эти Ну Поставлять контакты Но Ты можешь Оставить левый телефон И на этом заработать Типа Сказать то Что я оставлю Свой номер телефона Ну там Типа Три тысячи Да И окей Ладно Я что подумаю Тогда Это будет Типа Эти три тысячи Будут залог того Что ты меня потом Не выдашь Моему же бару Что я оставил тебе Номер телефона Хрена себе Бузинис прям Это они тебе Про это рассказывают Да Ну вот этот чувак По подбору персоналу Рассказывает Я такой Ну блять Нахуй Идите Нихрена себе Выгодное предложение Да Я даже не знаю Вы согласились Работать в гей-баре Просто При том что Вас будут клеить Так да И просто Если ты симпатичный Слушайте С честно Так можно и подумать Причем очень хорошо Кирилл уже Это начал Так не Это на самом-то деле Может и перестать Заря на видео Еще записывать Это на самом-то деле О Хорошо Можно так подумать Так вот У Макси есть история Про которую Мне не рассказывать У него Дома сейчас Зоопарк В прямом смысле На этом слово У нее живет В квартире Один панк Одна кошка Две блять Крысы И два Сука Ёжика Не один Ну а теперь Один Понимаете Почему Один Ты вот Расскажи мне Пожалуйста Мне очень интересно Почему Я у него спрашиваю Типа Один раз мы говорим Что-то с ним Как-то Слушай Макс Что-то Сё И он говорит Той блять Ёж Я говорю Какой нахуй Ёж Ты в квартире Он говорит Ну у меня дома Ежи живут Чего блять Кто живет У тебя дома Ежи Ежи Не спрашиваю Не спрашиваю Почему у тебя дома Живут Ежи Он говорит Я пинаю Ежа Спрашиваю Нахуй Это пинаш Ежа Что у тебя дома Ёж Вообще Делает Я не понимаю Какого Эфера У себя дома 19 летний Панк Пинает Ежа Поминает Коробка с ежами Типа Ты можешь рассказать Историю Какого Что у тебя дома Ёж Типа Блин Ну а что тут Рассказывает На самом деле История Такая простая У меня девушка Работает В администрации В общем-то Щелкова Она там работает С часу С девяти До шести Возвращается Короче И приносит В маске Вот этой вот Обычной маске Которую Всех заставляют Носить Ежа Блять Ежа Полудохлого Ежа Такая Максим Мы его оставим Я такой Я смотрю А он не сдох Там Он Туеш Откормили Напоили А мы его Напоили И он сразу Короче Вожу Вот Окей Мы его Оставили Мы его положили В коробку Окей Все Она там Это И Она говорит Я приду Магазин Выходит Короче Из дома Магазин Вообще Рядом Очень рядом Буквально Вышел Там Магазин Вот И прикол в том Что вот От магазина Есть прямая дорога До магазина Вот прямая дорога До магазина И прикол в том Что вот магазин Нужно повернуть Вот так Далево Вот А там по прямой Через дорогу Такой маленький участок Там короче Деревья Растут Трава Ну типа Мини парк Что ли Я хер знает Ну короче Просто Зелененная зона Такая Вот И там Тропинки На этой Зеленой Зеленой Там Ну короче Метров Тридцать Начинается Бордюр И как бы Дорожки Уже дальше Тома И вся Хуня Вот И именно Вот там Жили Дежи Вот Где-то там Слева Буквально По дорожке И вот Слева Там Скорее всего Нара Была Вот И Чего Было Там Она Идет Магазин И такая А схожу Ка я туда же Где Нашла Этого Ежа Она Приходит Туда И смотрит Там Второй Для Коллекции Чтобы Голодный Зажарить Да Я не знаю Я такой Нихуя Буду Гуляш Изъезжаю А что Вы сделали С первой Жен который Сдох Да Он Да Он Похоронили Прям Могилку Вырыл Ну Да Ну Короче У меня Был Этот Не Сейчас Я Расскажу Историю Как Второго Притащил Вот Она Смотрит Там Так Уже Идешь Ну Только Чуть Чуть Пободрее Вот И Там Рядом С ними Мисочка Лежит И Вот Это Молоко Типа Фруктовое Ну Молочный Коктейль Ну Кто Так Орвитах Да Да Нет Просто Они Увидели Ежат И Давай Мы Нальем Короче Вот Она Второго Притащила Мне Звонит Говорит Выходи Максим Приходи Туда Короче Как Тропинки Вот И Там Типа Второй Еж Валяется Приноси Чего Небудь Типа Укатаем Еж Возьми Типа Заберем Его Домой Вот Я Взял Притащил Его У нас Был Твой Еж Да Зай Теперь У тебя Две Крысы Два Кота Один Кот Один Кот Один Ёж Один Кот Было Два Ежа Теперь Один Ёж И Панк Ну А чебу Хули Нет Ну Вот И В чем Прикол Короче Ну Все С нами Ежи Желух Я Кормлю Каждый День Там Мы Завели Ухаживаем Там Что Там Мы Начали Выгуливать То есть Они Сначала Коробки Шуршали Ежей же Не дают Ну Типа Не продают Как Домашнее Животное Там Есть Тигр Как Домашнее Есть Домашнее Домашнее Ежи Что Да Ну А Никаким Ну Там Породы Ежи Китайские Типа Ежи Японские Там Кузнай Но Они Короче Жестко Ухас Это Уже Растизмом Панят За Это Меня Вот Тебя Забанят Или Нет Расизм Я Думаю Нет Типа Вот И Ну Чего Мы Начали Выпускать По Хате Бегали Они Короче Там Насрали Сами И В один Прекрасный Вечер Я Насыпаю Еду Они Голодные Короче Они В обед Кушали И Отвечен Насыпаем Еду Кошачью А Чтоб Ты Понимал Они До Этого Три Раза Хотели Сдохнуть То есть Они Прям Устраивали Желание Желание Такое Мы Прям Откачивали Это Вообще Безет Мы Я Под воду Холодную Типа Чуть Чуть Окунал Чтобы Они В себя Приходили Потому Что Они Прям Сознание Теряли Вообще Жопу Полная Ну А Что Не Так Это Было Один Раз Забыли Покормить Да Один Раз Забыли Покормить Чего Блять Что Один По двое Суток Не ела Живая Она Прожила Даже Больше Чем Ей Нужно Было Два Раза Чем Мне Прикол В том Что Там Этих Двух Не Покормила Ну Все Брэкданс Они Они Начинают Припаскивание Короче Начинается Дорогие Триколистые Триколистые Короче Увлял У меня Штутка Подастер Видно Четы Не Сказал Что Капа Видно Капа Ну Типа Капа Капа Дастер Капи Дайстер Это Такая Хоть Для Анала Да нет Для Гитары Один Ёж Подсолну Мы его Назвали Подсолну А второго Ежа Ромашка Пацан Ромашка Охуеть Победите История Пацан Так они Два Парни В наше Время Все Возможно Наше Время Это Все Можно Да Да Насыпал Я им Еды Один Покушал По-моему Подсолнух Поел Все Заебись Вместе С ними Кошка Пришла Хала Еду Пришли Ежи Похаривали С ней Все Хорошо Ну вот Один Убежал Второй Доел И все И начал Нижний Брэкданс Танцевать Нихуя Се Че Че Происходит Ты В Танцах Как Здрась Ну И че Потанцевал Потанцевал Короче Он Он Так Ножки Скрестил Лапки Вот Так И Смотрит Вверх И Все Я Такой А Ну Понятно Он Сдох Я Давай Откачивать Приходит Моя Девушка Сработ Я Показываю Смотри Что За Херня Происходит Я Не знаю Я Смотри Че Дох Не Он Еще Не Дох Ну Вот Мы Откачивали Откачивали Короче Хуй Забили Ладно Окей Посмотрим Наутро Просыпаемся Он Еще Живой Я Покормил Через Шприц Вот Ну Не Шоп Я Так Хотел Спросить А Типа Шприц Снимай Шоп Наполняешь Его И Все И В рот Засовываешь И Теперь Пой Покормил Попоил Все Отошел По своим Делам Типа Посуду Помыть Шучу Хуе Мое И так Далее Вот Прихожу Он Мертвый Он Сдох Сем Он Просто Лежит Уже Все Да Он Все Лежит Уже Ничего Не Делают Приходите Домой А у У вас Духлый Юж Посреди Кварди Нечего Приходишь Домой Не уходил Другой Духлый Духлый Знак Вообще Хуе Я Хранить Его Короче Взял Коробочку У меня Раньше Были Вейп Все Дела Взял Коробочку И Из-под Смолка Вот Кладу В эту Маленькую Коробочку Она Буквально Вот Такая Короче Ну И Он Размер Такой Же Насрать Блядь Дождь Шо Что Это За Смерь Такая Группик От Сигарет Ужас Да Насрать Умер Хранили В пачке Мальбор Крассен Главное Чтоб Там Были Сигареты И Одна Из Них Была Перевернута А Вот Ну Все Я Положил Вот Так Закрыл Все Охуенно Взял Короче Нож С Кухни Взял Нож И Вышел На улицу Пошел Его Хранить Хожу Смотрю Пошел Красивый Камень Заебись Пойдет Вот Такой Смотрю Возле Дома Его Короче Хранить Не Варя Да И Там Трава Высокая Клещи Еще Кошки Ходят Я Такой Блядь Еще Откопаются Жрут Иду В поле Прихожу В поле Вижу Какую-то Березку Одинокую Такой Как раз То самое Местное Нарвал Еще Ромашек Откопал Короче Ямку С Этим Ну Просто Ямку Подберезой Откопал Вот Ставлю Его Туда Закапываю Ромашки Кинул Такую Ну Все Блядь Похоронил Заебись И Все И Домой Ромашки Кинул Я Долго У тебя Живет Этот Ёжик А Вот Этот Да Сколько Вот Когда Умер Тот Первый С Месяц А То есть Все Еще Впереди В Принципе Ну И Все Вот У меня Один Здоровый Бег Заебал Меня У него Привычка Такая Ночью Наступает Блядь Он Бегает Чем Прикол Он Бегает Блядь На Ночные Животные Да Насрать Он Бегает Вдоль Стены Туда Обратно Постоянно Туда Сюда Ему По Приколу Блядь Туда Сюда Туда Сюда И Блядь Блядь Заряди Чисто Запобедников Сделать Да Мы Очень Скоро Отдадим На Куда Ним Это Куда В Притон Куда Нибудь Блядь Наружу Выпустим Там Не знаю На Дачную Какую Нибудь Часть Там Дорог Меньше И Лисочек Есть Рядом Мне Надо Вращаться Вот Ты Меня Заебал Ребят Купи мне Квартиру Я Переезжаю Приезжай Ко мне Я Приеду К тебе Куда Нибудь Под Кроватку Под Кушетку Это Хоть На Кухне Хоть Под Кухней Ко Мне Ко Мне В Кровать Ребят Ребят Спасибо За Лайки Подписки Колокольчики У меня Скоро Альбом Выходит Вот Я Думаю Что Скоро Плюс Минус Там Короче Сталось Пару Песен Доделать У меня Скоро Будет Альбом Мой Альбом Первый Дебют Будет В топе Маргенштерн И Куджимол Это Про Это Все В Следующем Виде Там Есть Еще Интересная Тема Которую Я Хочу Попросить Рассказать Про То Как Его Отчислили Спасибо Всем Спасибо Ребят Всем Пока Пока